привет сегодня четверг предпоследний день перед каникулами и я решила сегодня разгребсти всякие мои проблемы и не проблема задачи с бумагами все я разгребла полностью поняла вернее задала кучу вопросов в секретариате какие мне нужны бумаги для того чтобы найти учиться потому что кучу всего попросили там справку о несудимости фотографии разрешение на занятие такой деятельности самое главное мне нужно пройти медицинский тест у своего лечащего врача то есть ты не имеешь права пойти к какому-нибудь от балды и сказать я здорово там заполните мне все галочки проставьте нужно идти только к своему который у тебя просто во франции ты должен зарегистрировать конкретно твоего лечащего врача ты не можешь обходить направо налево так вот мой лечащий врач знает о моих проблемах психиатрических депрессии это может быть проблема он также знает проблемы со спиной которые у меня были кстати если заметили их больше нет я обязательно запишу видео каким образом я избавилась от боли в спине сейчас я пойду добиваться в общем мы решили с мужем отправить потому что следующие две недели каникул у тео будет стаж а у леночки нет никакого стажа у нее еще маленький возраст есть только такое понятие как сэн хайрэ это значит ну типа школьные каникулы там где-то проводить так вот эти школьные каникулы можно только по месту жительства мы получается живем в городе мужем в последнем доме перед городом у асахту и там написано что детей принимают только тех кто либо учится в носор ту либо живет там поэтому мне нужно сейчас пойти каким-нибудь добрым таким голосом сказать и запишись нас короче надо леночку куда-то пристроить на каникулы мне предложение девочек поступила которые в группе в нашем русском что они кого могут ее взять к себе там но получается что я заработаю меньше чем я заполучу не они поэтому мне нужно решать как-то по-другому вопрос поэтому сейчас иду настроилась так делась в платье черное которое кстати говоря все любите это платье это платье это черные колготки и белые корызовки и кожаная куртка да сегодня первый раз одела куртку жужука сзади стоит хочет пройти а я же снимаю и он не проходит стоит ждет пошла дела решать на самом деле эта проблема немного уже меня ну прям утомила дело в том получается что мы живем в центре города другого города в смысле почтовый индекс у нас один а в городе мы живем другом ну так получилось они строили эту кому ну и потом как-то поделили не вот так а вот вот так как это принято во франции здесь тоже свои заморочки есть так вот из-за этого каждый раз когда записываю куда-либо своих детей я еще получу 40 евро за то что мы как бы из другого города и пофигу где вы живете по документам то вы из другого города вот и все поэтому каждый раз мы платим намного больше чем те которые по документам из этого города а некоторые вещи так вообще нам недоступны потому что мы из другого города типа вот живете вы в мужене вот записывать своих детей туда же но проблема в том что мужен это длинный город то есть если масса кто это вот круглый дата мужен это длинный он настолько длинные что даже дома муженские дома они встречаются где-то в каннах и заканчиваются где-то в грассе то есть по самому городу мужен можно ехать целый час в отличие от мало кто который можно пересечь пешком за 15 минут вот такая вот дурацкой ситуации получается что мы находимся в мужене в самом конце уже как бы с границы другим городом поэтому придется сейчас как-то очень улыбаться для того чтобы пошли в мое положение получите или нет сейчас посмотрим отказ и кстати говоря совсем не потому что мы уже не живем и там прочее просто у них вообще мест нет все расписано сказали долг следующего года но меня прислали вот в этот дом ассоциации сказали что здесь что-то можно найти для детей пойдем спросим короче это половину решился вопрос в очередь ситуация такая что обычный вот эти сент-хайры нет смысла даже туда идти как она создала это просто гердеритика там никаких развлечений не наоборот никаких обучающих программ нет вот она мне дала книгу и мне надо сейчас прямо сесть и всех прозвонить есть художественная школа куда можно на каникулы отдать школа мозаики и я тогда могу сделать одну неделю ей например школа художественная одну неделю спортивная потому что у ты у первая неделя будет футбол целый день а вторую неделю пусть ничего не делает но он же может уже оставаться один дома а леночка пока нет Поэтому, получается, ей нужно найти две недели стажа, а ему, получается, одну неделю стажа. А вторую неделю не то, что он там целый день будет дома сидеть, просто Жужука будет приезжать после обеда, а я весь день на работе. То есть, получается, ну, а я одну неделю работаю до обеда, вторую неделю после обеда. То есть, и он может поменять рабочие часы. Получается, что он где-то там полтора часа один дома будет. Ничего страшного же. В общем, сейчас 4 часа вечера, мы прозвонили все ассоциации, куда только можно. Никаких мест, конечно, уже нет. И люди все-таки удивляются, сейчас же раньше, типа, не думали. Ну, что мы раньше не думали? Потому что мы раньше не знали, что я буду работать. У меня такая работа просто, вот, могу знать, могу не знать. Но мы сказали, что в следующий раз мы, короче, их запишем, оплатим. Потому что там в некоторых ассоциациях цена очень недорогая. Там, где дорогая, мы туда как бы и не пихались. То есть, мне кажется, там 300 евро, даже 200 евро за неделю, мне кажется, это дорого. 400 за ребенка, 800 евро за каникулы потратить. Я просто столько и не зарабатываю, нет смысла. Вот, и поэтому, в общем, пристроили мы детей с няней. Няня будет жужука. Потому что дорогого выхода мы не нашли. В общем, получается, я буду приезжать. Допустим, когда я работаю в первой половине дня, он будет работать во второй. И там, получается, где-то полтора часа дети одни будут дома. Вот я на полтора часа какую-нибудь няню им найду там. Вот так. По средам, получается, надо найти человека, который мог бы их водить по всяким там заведениям. Потому что в первую неделю у них не будет ничего. А в вторую неделю есть занятия. В общем, черти что, из боку бантик. Так, следующий этап, это вот эта вот бумажка. Я позвонила доктору, сказала, типа, дайте мне встречу на рандевол. Я сказала, а что это? Ну, заполнить бумажку какую-то. Что за бумажка? Я ему сказала, так, о-о-о. Так что, вот он найдет время для меня на следующей неделе. Потому что мне нужно будет каким-то образом пройти такой тест. Ну, они посмотрят, не дальтоник ли я. Хорошо ли я слышу, хорошо ли я вижу. Могу ли я сидеть несколько часов и слушать теорию. Могу ли я тащить человека, если вдруг, допустим, там, огонь какой-нибудь. Могу ли я пробежать 400 метров. Могу ли я подняться по лестнице не меньше двух метров. Могу ли я сделать жесты первой помощи. Ну, я не знаю. Надо потренироваться, скорее всего, нет, не могу. Короче, вот эти вот все бумажки мне нужно будет заполнить. Я пройду этот тест. Это я только выгляжу такой, а не о чем. Потому что я сегодня не спала ночью опять из-за этого урагана. Не из-за урагана, если честно. Не сегодня. Короче. Сейчас расскажу. Я уже давно готовлю на эту тему видео. Хочу записать про цифровое пространство. И я так поняла, что люди, которые живут в России, я понимаю, почему они реагируют вот так на жизнь, а не так, как европейцы. Но это будет другая тема. А сегодня тема как бы о том, что я насмотрелась в Ютьюбе всякой херни. Вот извините за выражение. Просто вот французский Ютьюб мне предлагает, как правильно жопу накачать, а русские, кого там убили, изнасиловали. И мне больше всего там история про девочку, которая в школу пошла, а не вернулась. И там ее, кажется, мужик затащил в гараж там два дня, ее держал, изнасиловал и убил. И вот это я ночью проснулась в пять утра и начала думать про то, что в музыкальной школе дети сами выходят за ворота и ждут родителей. И мне, как пришла эта мысль в голову, я не могла заснуть. Поэтому выгляжу сегодня не очень, потому что я думала, как спасти и защитить своих детей от всяких психов, блин. Поэтому выгляжу я не очень, но я сильная. Я, если помните, когда я поставила себе эту цель в августе, я с тех пор очень много занимаюсь физически. И я прям чувствую в себе силу, поэтому я обязательно пройду этот тест. А ты что пришел? Просто так, да? В 0,5 до 4,8 ммл на литр. У женщин от 1,9 до 4,5 ммл на литр. Повышение. Неправильное питание. Ожирение. Малоподвижный образ жизни. Курение. Алкоголизм. Сахарный диабет. Артериальная гипертензия. Заболевание печени. Гипотириоз. Я что-то в последнее время такая привередливая стала. Практически ко всем книгам имею какие-то претензии. Сейчас вот вальс гормонов слушаю. Что-то мне... Ну так скучно. Знаете, такое впечатление, как будто пришла в лабораторию, и мне там рассказывают мегамоли на мегабиты там поделенные. В общем, не знаю. До этого вот эта книга 7 навыков высокоэффективных людей. Вообще до сих пор не смогла ее дослушать. Это я в январе ее еще купила. До этого вот читала книгу, на нее я видео уже записала. Это книга про девушка из Бруклина, которая... Книга замечательная. Но, блин, меня так бесит, что она постоянно... Ну, ее перевели так, что там вместо слова почти ставят слово почти что. Ну, там, я вышел из дома, была почти что ночь. Ну, зачем это что добавлять туда? Почти что ночь. Просто почти ночь. Была почти ночь. Ночь наступала, темнела, что угодно. Или там, я его слушал, но почти что засыпал. Ну, почему почти что? Это я, знаете, я начинаю орать, потому что я приближаюсь к этой там дестройке вот этой всякой, где они тут перерыли все нафиг. Так, сейчас поору. Ну, как вот здесь проезжать? Ну, посмотрите, ну, по миллиметру с каждой стороны, блин. А вы говорите, что я ору? Потому что, блин, машину купили, а ездить надо на велосипеде, блин. Потому что по этим улицам, ну, невозможно. Ну, что что-то такое, да? Ну, посмотрите, ну, вот сейчас опять вот среди вот этих... Вот через эти две машины. Ну, как тут проехать? Она пищит со всех сторон. Смотрите. Оп. Ну, вот я понимаю, что пи-би-би-би-би-бип. Ну, а что мне сделать, блин? Сегодня он готовил жужу-жу-ка, поэтому сегодня вот что. Это я сюда бам цунула такую колбаску. Это мне мама с папой присылали какой-то хрен. Вот. Нет, в буквальном смысле хрен. Вот. Что он приготовил? Это тот самый лук-порей. Он его сделал в масле. Здесь у меня чеснок, который называется чеснок в рубашке. Это потому что этот чеснок готовят прямо в кожуре вот так. Он тогда намного вкуснее. Здесь у меня немного мяса. Я даже не спросила, какого. И салат при чем-то присыпанный. Вот. Такая у меня огромная тарелка. Им еще картофель фри. Ну, а я и так справлюсь. Ванна с лавановым маслом. И немного. А тут у меня чая. Хорошего такого травяного чая. Вот. Чем я намерена заняться в 22 часа по французскому времени. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.